Вы порой даже не обращаете внимания на спокойную музыку в магазинах. Здесь же владелец решил зайти еще дальше. В его супермаркете играет живая музыка, чтобы делать покупки было приятнее. Этот двигатель был сделан на заказ. Клиент из Казахстана заявил, что он хочет золотой двигатель. Сказано, сделано! Планшетов много не бывает, а если же у вас все-таки слишком много айпадов, то можете сыграть в дурака, присвоив каждому гаджету конкретную карту. Привет, с вами канал Фактория! Кабриолет это, конечно, круто, но не для каждой погоды. Здесь бы совсем не помешало поднять крышу, хотя похоже, что у него сломан механизм, поэтому водитель обречен кататься с ветерком. Самое главное это эффектное появление. И не важно, что мероприятие находится далеко за чертой города, куда даже нормальной дороги еще не проложили. Еще один счастливый владелец кабриолета, который обречен кататься в образе полярника из-за сломанной крыши. Как видите, он не унывает. В погоне за самым свежим айфоном многие отдают свои последние деньги, чтобы остальные видели, что он может себе позволить дорогие гаджеты. И никто не знает, что дома его ждет лишь лапша быстрого приготовления. Когда хочешь, чтобы все считали, что на день рождения тебе дарят только роскошные подарки, но с фотошопом еще не подружился. Этого богача встретили в вагоне метро. Он всем своим видом пытался показать, что у него есть шикарный автомобиль, просто он находится в ремонте. У некоторых работает правило «все самое лучшее ношу с собой». И оно опять же для того, чтобы вызвать у остальных зависть, глядя на такие драгоценности. Пока остальные на пляже впечатляют своим подтянутым телом, этот мужчина выбрал другой путь. Если он и дальше так будет ходить, то станет обладателем крайне странного загара. Если денег хватает только на дешевые продукты, то это еще не значит, что ими нельзя наслаждаться. Один любитель роскоши даже доширак может подать с изыском. Хотел впечатлить своих друзей тем, как он умеет дрифтовать на речке. Это было самым глупым поступком в его жизни. Даже зажигалка должна соответствовать уровню жизни. Если любимый яблочный бренд их не делает, то китайцы уже тут как тут. Девушка решила похвастаться, в каких условиях она работает. Но, думаю, абсолютно все понимают, что это только для фотографии. Не удивлюсь, если макбук даже не включен. Чем кольцо больше, тем оно круче. Вы не знали этого? Ну теперь-то точно будете выбирать правильные украшения. Хотел, чтобы твоя машина на дороге выглядела будто из форсажа или же какой-нибудь видеоигры про гонки. А на самом деле все оказалось не так безопасно. Еще один ценитель яблочной техники готовый отдать последние кровные за новенький айфон. Вот только этому персонажу больше по душе Роллтон, а не доширак. Сейчас многие телефоны делают дизайн, похожий на айфон. Поэтому теперь нельзя обойтись без такой дыры в кармане, чтобы все видели, что из него торчит именно айфон. Ему было недостаточно владеть чопером, чтобы привлекать внимание. Он еще и решил стать неким серебряным серфером из мира байкеров. Когда хочешь, чтобы люди считали, что у тебя три этажа. Ведь размер особняка имеет значение. Но на самом деле наверху лишь небольшая комнатушка. Иметь дорогущий автомобиль, чтобы впечатлять остальных? Да кому это нужно? Лучше полностью обклеить золотой пленкой старенький запорожец. Почему-то сложился стереотип, что в гольф играют богачи. Поэтому один креативный мужчина решил имитировать игру на фоне фотообоев. Когда очень хочется сделать фотографию с пачками денег, но зарплаты хватило лишь на то, чтобы разменять ее на десятирублевые купюры, чтобы стопки имели внушающий размер. Иногда богачи по-настоящему сходят с ума, обвешиваясь безумным количеством золотых цепей. Мы уже поняли, что у твоей семьи много денег, можешь снимать это. И еще один представитель золотой лихорадки. Интересно, ему не тяжело все это таскать на себе? Без определенной физической подготовки тут точно не обойтись. Какие-то девушки считают, что они в любую погоду должны выглядеть эффектно, даже если при этом погода будет доставлять им дискомфорт. Такое мышление вызывает только смех. Очередной парень, насмотревшийся фотографии с миллионерами, где они купаются в своих деньгах. Но и ему хватило бюджета лишь на десятирублевые купюры. На этот раз уже представитель мужского пола посчитал, что десять пальцев на руках ему было дано для того, чтобы носить на них десять колец. Неизвестно, вандалы ли сделали это, либо из-за какого-то иного воздействия золотая пленка слезла, но теперь авто притягивает еще больше глаз, чем когда было полностью в золоте. Обратите внимание на палитру с красками. Никого не смущает, что за полгода там совсем ничего не изменилось? Ах да, это же очередная дама, которая просто работает на камеру. Обладателям кабриолетов обязательно всегда нужно иметь при себе шапку. Вдруг с машиной что-то случится, тогда поездка с ветерком может превратиться в поездку с холодком. В интернете уже нашлись люди, которые продают коробки от элитного коньяка Хеннесси для тех, кто любит понтоваться перед друзьями дорогими фотографиями в социальных сетях. Когда белорусы видят какую-нибудь крутую фишку в автомобилях, у них появляется желание применить ее к трактору. Именно так на свет и появился трактор в золоте. Безумные богачи хотят видеть блеск золота и драгоценных камней на всем. Щедр и богат, говоришь? А что тогда забыла коробочка доширака на кресле? Конечно, может, владелец просто обожает это изысканное блюдо, тогда все становится на свои места. Кого только не встретишь в общественном транспорте. Так кому-то посчастливилось увидеть мужчину, который способен читать две книги одновременно. Кто-то хочет выделяться даже после смерти, как бы ужасно это ни звучало. Этот человек решил, что маленького надгробия ему будет недостаточно, поэтому предварительно договорился на целый баннер. Некоторым мало просто красоваться на улице, они хотят, чтобы целая улица любовалась красотами их балконов. Ну и что, что на улице снег? Если я не буду надевать свои лабутены, то как остальные смогут любоваться ими? Наверное, именно с такими мыслями зимой выходит на улицу эта девушка. Когда у тебя несколько пар хороших часов, но ты не можешь определиться, какие сегодня будешь носить. Вы еще не поняли, что у этих парней много денег? Ну не зря же они достали весь свой алкоголь для этого кадра. Для кого-то фотографии в инстаграм за рулем Феррари недостаточно. Надо еще вынести и всю коллекцию дорогущих часов, чтобы всем точно стало ясно, кто здесь очень богат. Посетителями в солнечных очках в ночных клубах уже никого не удивить. Но этот парень зашел еще дальше. Он решил еще и послушать там свою музыку в наушниках. Эта фотография так и кричит. Смотрите, у меня есть деньги на дайвинг и дорогой алкоголь. Не верите? Тогда я присосусь к бутылке с элитным напитком прямо под водой. Конечно, здорово, что кто-то может себе позволить личный персонал в доме, но зачем же так неуважительно к ним относиться? Они же не рабы. Ух, погодка так и говорит, прокатись с открытым верхом. Если это невынужденная поездка, чтобы вместить груз, то водителя сложно понять. Красиво жить не запретишь. Кто сказал, что лапша быстрого приготовления и красная икра – это несовместимые вещи? Кажется, кто-то насмотрелся на лоурайдеры, которые популярны среди жителей Америки. Когда такое проделывают с нашими автомобилями, это выглядит дико. Иногда классная поза намного важнее удобства. Да и кому вообще нужен этот комфорт, если при этом ты не бросаешься в глаза остальным? Когда хочешь всем показать свой изысканный вкус даже во время поездки в автобусе. От людей такого возраста вряд ли можешь ожидать подобных выходок. Неужели весь этот лоск внутри салона совсем не отвлекает водителя при поездке? Мне кажется, что при ярком солнце здесь и вовсе можно ослепнуть. Автор фотографии рассказал, что этот автомобиль припарковала девушка, и через какое-то время после ее ухода начался дождь. Иметь кабриолет в Санкт-Петербурге не очень-то и практично. Не все знают, но на самом деле техника от Apple годится лишь для того, чтобы использовать ее в качестве коврика под компьютерную мышь. Надеюсь, водитель этого автомобиля не из любителей прокатиться с музыкой на полную громкость под окнами жилых домов. Как вы относитесь к таким меломанам? Когда захотела похвастаться в Инстаграме, что у тебя есть парфюм от Шанель. Главное это сделать таким образом, чтобы никто не понял, какого размера флакон. Кто-нибудь объяснит мне задумку этого снимка? Некоторые заходят слишком далеко, чтобы показать свой достаток. Ну не выбрасывать же старые ковры. Они могут прослужить еще долгую жизнь в качестве личной парковки во дворе. Даже в таком возрасте хочется покрасоваться нажитым за долгую жизнь добром. Посмотрите на его невозмутимое выражение лица. Он явно чувствует себя королем. У успешного работника и рабочее место должно быть соответствующее. А если это еще и представитель начальства, то все должны знать, кто тут главный. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...